Сергей Викторович, для вас подготовлен вопрос Илья Сахамитова. Сегодня спрашивал у знакомых, что такое политика. Ответ. Отвечают так. Это когда богатые борются с бедными. И наоборот в Государственной Думе. Правда где он там нашел бедных не очень понятно. Что такое политика? Что такое политическая борьба? Что такое политическая борьба сейчас? И что такое политическая борьба пролетариат сейчас? Ну вот ближе к концу человек показал, что он где-то может быть и понимает, что речь идет о борьбе классов. Раз он упоминает о пролетариате. Политика это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. Раз борьба классовая, значит это борьба классов. И таким образом в нашем современном обществе основные классы это капиталисты и пролетариат. Ну есть еще мелкая буржуазия, но у нее нет своего собственного устойчивого сознания и нет четких целей. И в общем-то бороться за власть она не может. Сейчас основные классы, которые борются за власть это реакционный класс буржуазии, который уже давно завоевал власть в мире. И класс пролетариат, который более прогрессивный, он следующий класс, который создаст свою общественно-экономическую формацию в мире. Он прогрессивный, он создает все блага в мире материальные. Речь идет о классовой борьбе. И вот там про Думу упоминалось. В общем-то нужно понимать, что Дума это такой орган, где основные силы, которые, можно сказать, даже все силы, которые там присутствуют, это силы, бьющиеся за сохранение, удержание власти буржуазии классом капиталистов. Капиталисты, они, вот как я давал определение, политика это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление. Вот они ее уже завоевали власть, у них задача сейчас осуществлять и удерживать государственную власть. У пролетариата задача, он потерял власть, он ее завоевал в нашем государстве и уже успел потерять. Поэтому теперь задача для него, политической борьбы, это завоевание государственной власти в первую очередь. А уже потом он будет ее сохранять, удерживать и осуществлять. Как он сейчас может это делать? Вот, многие наши оппоненты и некоторые даже товарищи из других партий, они считают, что якобы рабочая партия России не занимается политической борьбой, потому что она, например, не участвует в выборах президента. Но выборы президента, это выборы лидера исполнительной власти в буржуазном государстве. И даже если, вот у нас часто в комментариях, там на видеоканале, в наших группах спрашивают, вот как так, вот мы никогда не видели такого человека, как Михаил Васильевич, почему он до сих пор не президент России? Да давайте выдвигайте, да мы будем за него голосовать. Вот это сплошь и рядом, всегда, вот чуть не каждый день увидишь такой комментарий. Но ответ тут такой, что, ну, Михаил Васильевич или другого мы какого-то, или рабочего мы выдвинем кандидата в президенты. Ну, а если вот он выиграет, то что, он будет лидером исполнительной власти в буржуазном государстве? И как он будет, он будет служить буржуазии в этот момент, будучи президентом, или рабочему классу? Ну, ведь понятно же, что если он будет служить рабочему классу, ему тут же надают, ну, мало ли президентов было убито в мире. Ну, устранят его и все, и не дадут действовать, и устроят досрочный перевыбор, и Майдан устроят, или еще что надо устроить. Естественно, в интересах другого класса он действовать не сможет. Вот. Ну, и как мы видим, и некоторые говорят, что это трибуна якобы будет, но и до трибуны до этой тоже не допускают. А если такой человек и пройдет в президенты, например, ну, понятно же, что у него будет большое искушение, так сказать, переродиться и перестать служить интересам рабочего класса. Таких, наверное, примеров тоже много, даже в профсоюзном движении. Что делать? Да. Так вот, у буржуазии, у нее свои органы политической борьбы. Вот парламент, ну, это буржуазный орган, туда идут для того, чтобы осуществлять, удерживать и осуществлять буржуазную власть. Рабочий класс, пролетариат, он должен бороться за, вот, классовая борьба за завоевание государственной власти. Он должен, соответственно, цель у него главная – это прийти к власти в стране. То есть, построить свое пролетарское государство. Нужно взять власть. Прийти на своих условиях. Да. Ну, имеется в виду разрушить буржуазную государственную машину и построить свою пролетарскую. Это главная задача. Но, понятно, что нельзя к этому идти, используя те органы, которые сейчас существуют в буржуазном государстве. Ну, если парламент еще можно было бы как-то использовать, но уж идти лидером исполнительной власти – это совершенно недопустимо для рабочих лидеров. Ну, и в парламенте, ну, много ли там можно добиться. Но, с другой стороны, мы, вот, наша рабочая партия не отрицает этого пути. И проблема здесь такая, что вот в Думу депутатам хорошо бы было нам такого рабочего депутата выдвинуть. Он мог бы помогать проводить законы в интересах рабочего класса. Но дело в том, что наша партия не зарегистрирована и вряд ли ее буржуази зарегистрируют. Мы даже такой надежды не питаем. Соответственно, ну, мы по возможности привлекаем других депутатов. И Михаил Васильевич не раз рассказывал о том, как члены рабочей партии России участвовали, ну, например, в принятии, уже сегодня об этом говорили, в принятии Трудового кодекса. Но ведь вот это и есть политическая борьба. Принятие Трудового кодекса – это уже политическая борьба, потому что это закон, который влияет на борьбу в целом в большом масштабе. Потому что это влияет на профсоюзную борьбу, на борьбу всех трудовых коллективов за свои интересы. То есть, получается, за время боремся, чтобы сокращать рабочий день? Да, вот, кстати, сокращение рабочего дня – это тоже здесь есть доля. С одной стороны, здесь есть доля экономической борьбы и есть доля и политической. А, вы как используете? Мы боремся за условия труда, мы боремся за то, чтобы за меньшее время работы получать большую зарплату. Вроде экономическая борьба, но при сокращении рабочего дня у нас высвобождается время на профсоюзную работу. Соответственно, из профсоюзной работы вырастет, из борьбы за насущные интересы вырастет дальше борьба. Когда будут ставиться политические лозунги, политические задачи начнут решаться, когда будет масса забастовок на различных крупных заводах, фабриках по всей стране, то забастовочные комитеты на этих заводах и фабриках будут выдвигать своих депутатов, рабочих депутатов, в общий орган, который будет решать вопросы забастовочной борьбы. И эти органы будут называться советами, советами рабочих депутатов. То есть, время, профсоюзное движение, советы, их организация и дальше борьба за власть. А вот эти советы, они же будут решать уже далеко не только экономические вопросы, хотя их тоже. Они будут уже гораздо интенсивнее переходить на решение политических вопросов. И понятно, что эти советы, в них будут передовые борцы за интересы рабочего класса депутатами. И это будут очень влиятельные в стране люди. Это будут очень известные в стране люди. И, естественно, на сторону этих советов будут переходить силовые структуры, армия, внутренние какие-то войска, милиция, полиция. Естественно, постепенно эти советы будут перетягивать на свою сторону вот эти силовые органы. И возникнет двоевластие в стране, естественно. И дальше там уже, как мы знаем, в 17-м году, в общем-то, по тому же сценарию. Уже понятно, что дальше будет. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.